Реконструкция всех входных зон, спортивная площадка и фудкорт, а еще зона для художников, место для пленеров и выступления уличных музыкантов. В школе имени Ярослава Василенко обсуждают, каким станет парк молодежный в микрорайоне Пурпе. Есть и экологичные идеи. Например, команда детского сада «Колокольчик» предложила оставить зеленые насаждения. Там очень прекрасный рельеф почвы. Там есть и овраги, и возвышенности, холмы естественные. Поэтому хотелось бы, чтобы это все осталось, но добавить дело, роликовую и беговую дорожку по периметру. Идей и предложений много. Главный ориентир – пожелания жителей. Нужно и здесь создать такое центральное местопритяжение, которое будет действительно востребовано у всех жителей. Я думаю, что с сегодняшней работой мы все активно очень сильно погрузимся и сделаем все вместе, всем нашим дружным коллективом, одной большой командой города Губкинского, еще очередное местопритяжение. Как, например, Никольский, еще совсем недавно его обновление также обсуждали. Сквер стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сегодня здесь можно просто гулять и наслаждаться красотой природы, играть и кататься на коньках. А каким станет молодежный, пока решают. И, судя по количеству пришедших на форум горожан, и предложений от них получается. Все идеи были схожи, то есть облагоражение нашего парка интересует всех и в одинаковых пунктах. Мне очень понравилось то, что каждый мог высказать свою идею. Быть инициативным сегодня модно. Именно поэтому на форуме не только молодежь, но и представители администрации, общественности, эксперты-проектировщики городских пространств из Москвы все делают одно дело. Вносят идеи и предложения по обустройству молодежного. Самое главное требование командам, так сказать, чтобы команды были креативными, чтобы они были искренними, чтобы они, так скажем, не замалчивали проблемы, а говорили о них, чтобы мы сегодня совместными усилиями находили решения, совместные решения. Парк – это та территория, где непосредственно сталкивается каждый день большое количество интересов, и каждый человек должен найти для себя что-то свое в нем, иметь возможность проводить время так, как он хочет. А молодежный может стать совершенно новым проектом, который будет интересен молодежи, семьям с детьми, людям среднего и старшего возраста. Очень радует, что в микрорайоне Пурпу очень много активных жителей. Сегодня было очень много идей, очень много концепций, направлений, и самые лучшие идеи лягут уже в основу этого проекта, который будет дальше, я надеюсь на это и уверен в этом реализовываться. Есть дальше много важных этапов для того, чтобы реализовать этот проект, в том числе это и участие в конкурсе, который мы планируем заявляться в конце мая текущего года. Ну, после этого, если мы победим, то однозначно на том проекту быть. Идеи и предложения объединят в один дизайн-проект, затем его ждет общественное обсуждение, и уже в мае губкинцы окончательно узнают, каким станет обновленный молодежный парк. Елена Канина, Олег Раткевич, Новости Губкинского.